Дедушка, привет, как дела? Гуд. Я недавно посмотрел сериал «Король и шут». Эта панк-сказка повергла меня в шок. Там классный сюжет, и главный герой — горшок. За такой вкус, ну чёк, респектую и расскажу панк-сказку другую. Сюжет в этой сказке тоже неплохой, а главный герой моей сказки — Хои. Так, главная действующая фигура — простой мужик по имени Юра. Сначала ведь не было Хоев никаких. Был только Юрий Николаевич Клинских. Работал Юрий инспектором ГАИ, проживая в Воронеже в районе Ваи. Район Ваи, это чтоб всем было ясно, что-то типа Гарлема, только там чуть более опасно. Откуда я знаю? Вувы, я где-то сам когда-то жил на Ваях. Сейчас все творчество несут на Ютуб, а раньше все не шли в местный рок-клуб. Там все тогда лобали тяжелый рок, но только не наш герой Юрок. Он же решил пойти в Абанк и спел под гитару колхозный панк. Песняк оценили все пацаны, все ж сами ядреные, как кабаны. Вот так воронежский парень простой становится местный рок-гвездой. С первой песни, с первого раза, полюбил когда-то Сектор Газа. Хоть ты лопни, да хоть ты тресни, до сих пор люблю все эти песни. Сектор слушают люди всех мастей, хоть припает альбом, как китайцы детей, и названия у них такие, что с ума сойдешь. Танцы после порева, ядрё на ложь. Все слушают произведения Юрца, особенно сказку в Тихарца. Ну а кто считает пошлой орию лягушки, тот обычно слушает шестушки. Кто-то говорит, Сектор отстой, музыку считает очень простой, мол, нечего на сцене делать хою. Только хою на это похою. Песни Хоя на русском радио возглавляют чат, у него жена и двое девчат, он уже естественно при деньгах, по воронежским меркам так вообще олигарх. Можете позволить даже косе, ездить на Волге, потом на Гальсе, и тут приходит время настоящего апогея, выступления на Красной площади у Музолея. В чём феномен Хоя? Ну смотри, да, пускай аккорда частенько всего три, зато у Сектора, как и у Киша, в каждой песне есть смысл и душа. Даже те, у кого к Хою чувств никаких нет, на тридцатку тусят по тридцать лет. Да что-то, кто говорит, что жанр музыки не мой, подпевает под гитару «Пора домой». Да что-то, кто говорит, что эта музыка не моя, знает, что его тёща злая свинья. Да что-то, кто считает, что мать — это зло, когда плохо говорит, всё х**ло. Но вдруг нас неожиданно покидает Юрецк, кажется, сказке приходит конец. Кажется, что Сектор сгинул прочь, но дело отца продолжило дочь. И теперь, как и тридцать лет назад, на концертах фанаты подъявутся. Что-то аж Фатеева, так для справочки, всё так же исполняет вечером на лаучке. На матчах факел и это не обман, весь стадион поёт туман. Причём и взрослые детвора, так сказать, Сектор поёт текторат. Ну и ситуация такая в стране, что, как и много лет назад в Чечне, Вновь песни Сектора душите ребят, ушедших на фронт наших ребят. Хоть жив и не мудрено, что про него даже скоро снимут кино. Так что, во всяком случае, пока кажется, что сказка проходит на века. С первой песни, с первого раза, полюбил когда-то Сектор Газа. Хоть ты лопни, да хоть ты тресни, да секс, но люблю все эти песни.